Ты чё, это калинка? Можно без этой детали пласть на автомашины, на скоттера. Я делаю, ну, в принципе, на всё, что угодно. Начинал я с простого. Вот это вот ключок, который был недостающий и дефицитный в китайце. Это для автомашины. В принципе, всё просто. Вырезается, немножко загибается. Это подфарник тоже с автомашины. Нигде его достать нельзя было. Вот я его затоил с пластика. Вот это у нас идёт уже более посложнее. Это Honda Tact боковые. Это на скоттер. И вот это, которое я сейчас вам на примере покажу. Это вот Сузуки я приобрёл. Вот на неё фару я заднюю не нашёл. Нашёл вот такую фару с Хонды Дио. Вот она вот так вот сзади вроде подходит. Нормально здесь кронштейн отпилил. Вот и по бокам, вот, немножко, видите, здесь не хватает. Какой-то как бы детали, которая бы перекрывала вот эта хозяйка. Вот я изготовил из пластика вот такую вот деталь. Как изготовить вот такие детали, недостающие? В принципе, конечно, если потрудиться хорошо, можно изготовить любую деталь в пластике. Так, чтобы изготовить такую деталь, необходимо изготовить матрицу. Листочек бумаги. Вот и снимаем шаблон. Здесь прорисовываем. Здесь фару. Так, как ввели всё это дело. В середину немножко заход. Сантиметров полтора. Вот там зажим будет. У нас зажим потом вставляться. Вот и переносим этот размер на гипсокартон. Я беру обыкновенный гипсокартон. Кусочек вырезаю, который немножко будет больше той детали, которую я делаю. Зажим аккуратненько, черчиваем. В принципе, интересует, пока вот это вот сопряжение выпиливаем. Вот такой вот аккуратненький. Затем, то есть по форме. Круг, ну по форме, конечно. Вот потом берём наждачную бумагу и аккуратненько это же дело всё зачищаем. Берём пластмасс. Можно с ведра, можно с какой-нибудь посудины. Ну, я взял этот у меня с машины, с бампера. Наш шаблон прикладываем вот сюда вот. И аккуратненько франдашиком здесь отмечаем. Для того, чтобы не применять мощные инструменты для вырезки вот этого, этой детали. Значит, тем более сейчас холодно. Я подогреваю это дело феном. Там, где у нас отмечено, мы сантин разступаем и делаем обыкновенную. И у тебя мягкая становится такая. Делаем, если я здесь уже начал. Прикладываем наш шаблончик вот таким образом. Видите, здесь вот зажоб сантиметровый есть. Ворачиваем и прогреваем это место. И загибаем. Прогреваем. Прогреваем. Мы видим, как она мягкая. Выключаем. И быстренько это дело примерно каким-то круглым инструментом загибаем. В порядок. Видите, как поделаем. Теперь делаем еще один загиб нижний. Огреваем это место. И быстренько загибаем. Вот такой у нас угол получит. Делаем еще один изгиб. Вот. Вот это у нас станет, а это лишнее обрежется. Вот несколько раз примерили, какие нюансы образуются. Вы их можете отстранить. Значит, нагреваем. Вот и в принципе, когда пластмасс разомреет. Работаю как с пластилином. Видите, все загибается чудесненько. Я думал, Китай, кто же там в подвалах, как Китай сидел. Вот, обрабатываем. Все шкурочкой. А затем покрасили. Вот это не было. Ну, вот это лыжи мы и заварганили. Сергей заварганил. Вот такая тут появилась, как в фильме, на принципе, не обрабатываем. Потом я вам покажу, как она поставит. Ремонт и покраски будут готовы. Отхватка, потому что дела за пальцы с этой стороны и с той стороны. И в багажке пройтись можно, да? Это сейчас багажка, которая проходит, да? Ну, фильме надо, да? Ну, типа. Что еще надо? Лучше, чем новое. Причем здесь, смартфера, здесь материал такой, что-то. Державейка. Чтобы было, да? И паяночка. Опаньки. А тут отверточка надо прижать, да? Ну, да. Ну-ка, я сейчас давай прижму. Так сразу надо, да? Опа. И впаялась. Это типа диффузия вот эта получается, да? Здесь остыла. Здесь нагрелась. И мы ее сразу раз и прижали. Вот такие. То есть отвертка должна идти вот за паяльничком, да? И надо впаять так, чтобы она углубилась туда. Чтобы бугра потом не было, когда машинка подполируем, подшлифуем. Опа, есть. Поплевать может, простыло. Да, здесь вдвоем-то лучше поедет, так вот, да? Нет. Раз, раз, сразу же. Пошел, пошел за этим делом. Бить. Углубление-то шпаклевка, конечно, можно забить, так же. А если бугор будет, тогда сетку, ну, когда-то, сетку, повредим. Углубление-то шпаклевка, ну, можно сюда теплообменник побольше взять, какой-нибудь, да? Зачем? Типа на балдашник, как что-нибудь такое. Вот так мощно. Раз, сразу. Вот так вот. То есть, лучше яма, больше, чем бугор, да, Даша? Ну, конечно. Давай. Ну, вторую сторону. Права по одной, да? Ух ты! Горида соскочила. Да. Горида соскочила. Вижу. Опа. Это чудненько. Диффузия вот эта, да? Она будет прямо впаяться туда. Вот этот хвост, первое, с этой стороны. Вот эта фирменная. Вот это сделаем. Раз, два, три части. И здесь еще части всякие. Так, ну, вот и поставили лыжу. Все, собрали. Вот это заводская лыжа. Переходим на эту сторону. А это сделанная лыжа. Солнце падает, плохо видно. Ну, вот такой вот результатик. Лыжа фирменная. Как за угол. Раньше я наращивал или соединял детали пластика методом пайки сетки. Потом вот этот применил вот этот метод, так называемый диффузиционный. Очень крепче получается и меньше шпаклевки идет. И сейчас мы это дело все посмотрим, как это все делается. У меня имеются всяческие здесь вот неводные бампера. Все это я вам покажу на примере. Вот, кстати, такой скутер. И здесь вот нет, видите, вот лыжи. С этой стороны лыжи нет. И с той стороны тоже лыжи нет. Как ее сделать самостоятельно, я посмотрел, я посмотрел. То есть здесь вот, видите, фигуры. Здесь всячески необходима стыковка всяких деталей. То есть очень такая работа скрупулезная, мы скажем. Но выполнимая. Что ты? Соответственно, я, конечно, уже сделал все это дело. Вот такая вот, видите, вот лыжа получилась деталь. Вот на одну сторону. Затем на другую стык. Вот так как работать и показывать слишком сложно. На кусочке покажу, как это все делается. Ну вот здесь вот, например, смотрите. Вот это с одного бампера, это с другого бампера. Подбирать примерно надо относительно одинаковый материал. Вот видите, вот это стык. Никаких вот заломов, никаких. То есть очень жестко получается на стыке. Быстрее поломается оно не на стыке, чем на стыке. Потому что здесь более жестче и плотнее материал получился. Значит, эта деталь у нас получается. Одна часть, вторая часть и третья часть. Все три части, вот одна часть, вот она, стык. Вот среди какой. Никаких изъянов. Здесь немножко подшпаклюется. Соответственно, вот здесь немножко подшпаклюется. Ну, здесь я, честно говоря, что переврасываю, вот это делаю. Когда я уже начал дальше продолжать. То это дело, значит, у меня будет вот таких вот изъянов. То есть все ровно и шпаклевать, в принципе, даже не надо было. Так как это все дело сложно делать и показывать. Значит, я вам покажу на маленьком кусочке. Итак, приступим. У нас имеется вот такая гора вот пластика всяческого. С бамперов. Вот с них вот сейчас мы вырежем кусочек. И я вам покажу, как это дело соединяет. Вот такую деталь с какой-то иномарки. Бампер. С нее вырежем небольшие два кусочка. И вам это дело соединяет. Вот вырезали два кусочка. Нам надо соединить вот эту плоскость с этой плоскостью. Немножко здесь зачищаем и здесь зачищаем. Вот такие, значит, мы вот эту часть соединим вот с этой частью. Вот таким вот образом. Нам необходимо две такие планочки. Далее необходимо нам тиски или струбцину, или пресс, или у кого-то кольца есть. Вот, значит, у меня такие тисочки есть маленькие. Настраиваем примерный размер на тисках. Так, и между ними нам еще положить надо пластик. Вот так достаточно примерно. Так, и так повторюсь. Вот наши две детали. Такие, которые надо соединить нам вот так вот вместе. На чем-то надо греть. Вот у меня кирпич есть такой вот. Ужим свои две детали. Прямо здесь вот самое главное в этом деле. Нагреть и быстро все положить, чтобы она не остыла. Очень самое главное. То есть время должно быть кратчайшее. Ужим наши детали, как они должны стыковаться, чтобы нам потом не дергаться, а крыться. И вот эта часть. Так, ну и приступаем к прогреванию. А если их не было, то есть... А если их не было... Зачем она держит. с другой стороны тоже это уже честно, но не время оттуда вот, это честно, отлично это все надо делать очень очень быстро прилепилось есть и под прессик так на стык так быстренько зажимаем и просто-напросто тупо как грязно закручиваем буквально минут пять прошло можно это дело все раскручивать раскручиваем опаньки вот мы получили нашу краса деталь видите плоскость здесь у нас толщина одна здесь вот это вышло болгарка потом снимала все это дело вот и шок получился смотрите какой ну то есть внедрение полнейшее никаких заклепок здесь никаких здесь паки ничего не надо буквально то есть нарастить можно любую детали побег любой resilient официальный портрет будет нормально вот и нюансы вот я так небрежное сделал здесь вот конечно поверхность должна быть очень гладкая то есть 300 то есть надо было здесь пополировать её хорошо зачистить здесь хорошенько из этого что ó Небрежно сделаете, здесь вот дырка, и тут получилась вот дырка. Ты здесь же не ровная поверхность, а когда вот это дело, в принципе, будет ровное, то оно получается очень... Ну, разорвать невозможно. Идение отслаивается, все чудесно. Конкретно по вот этому пластику, который на скутере я делал. Сейчас я сделал вот эту одну сторону, которая у меня с трех частей составляется. Потом взял вот эту часть, перевернул ее, вот нашел кусок бампера, ее, как говорится, вот так вот срисовал на эту деталь и вырезал цельной. То есть здесь уже попроще получается, если есть такой кусок бампера. Вот еще я вам покажу здесь вот такие вот нюансы. Вот здесь у нас, значит, у нас имеется, ну это у нас черновая еще, потом она обработается, все доделает. Вот это вот место крепления, значит, ну некрасиво получается, шурупкается, закручивается. Перед шпаклюкой и чистой доводкой уже, и покраской, нам необходимо сделать вот здесь под шуруп потай. Вот что для этого, ну вот, нужен вот такой какой-то круг, ты вот такая вот, чем продавливать штучка. Ну такая-то у меня есть. Начинаем, мы это все делать, все очень элементарно. Берем это все дело и прогреваем. Это все, ну, желательно, не коробит, потому что у нас есть, ну, в основном, здесь же прогревать надо. Нюанс. Нюанс. Продолжение следует... Продолжение следует...